Привет! Сегодня мы поговорим об одном из самых важных явлений физики, а именно об электричестве. Для того, чтобы понять электричество, нам нужно перейти от молекулярного уровня к атомному. Атом является самой мельчайшей частицей, которую мы можем увидеть при помощи сканирующего туннельного микроскопа. Но тут мы столкнемся с маленькой проблемой. Все дело в том, что с технической стороны вопроса мы не можем заглянуть внутрь атома. Поэтому будем использовать общепринятое представление о строении атома, которое называется моделью Бора. По этой модели ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Вокруг ядра вращаются электроны, расположенные на орбитах. Именно эти частицы отвечают за электричество, отсюда и название. Электроны имеют отрицательный заряд, благодаря чему притягиваются к положительно заряженным протонам и держатся в составе атома. Самая внешняя оболочка называется валентной. На ней содержатся слабосвязанные электроны, которые могут передвигаться от одного атома к другому. Материалы, имеющие такие электроны, называются проводниками. Материалы, которые не имеют в своем составе свободные электроны, называются изоляторами. К таким материалам относятся стекло, резина, керамика, пластик. Теперь мы знаем, что протоны имеют положительный заряд, а электроны отрицательный. В стабильном состоянии эти заряды уравновешивают друг друга. Это дает атому электрический заряд, равный нулю. На каждый положительно заряженный протон приходится один отрицательно заряженный электрон. Следовательно, если взять такой металл, как медь, то он будет электрически нейтрален. И в обычном состоянии электрического тока в нем нет. Перед тем, как продолжим, хочу попросить оставить под этим видео любой комментарий. Так я увижу, что тебе нравятся мои видео и стану выпускать их чаще. Возможно, вы знакомы с термином статического электричества. Например, когда вы шоркаете ногами по мягкому ковру, вы накапливаете положительный заряд. Так как отрицательно заряженные электроны теряются. Чаще всего, ковры изготавливаются из материала изолятора, не проводящего тока. Вместо того, чтобы вы и ковер имели нейтральный заряд, между вами и ковром создается дисбаланс зарядов. Теперь, если вы прикоснетесь к металлическому предмету, например, к дверной ручке, вы получите разряд. В данном случае дверная ручка нейтрально заряжена, так как она металлическая. Все дело в том, что металл является проводником со слабо связанными электронами. Эти электроны на ручке незамедлительно перейдут к вашему телу, чтобы восстановить дисбаланс заряда. Таким образом, природа всегда стремится к равновесию нейтрального заряда. Недавно создал группу в Telegram, в которую планирую загружать все свежие новости. Кроме того, там можно предложить и свою новость, а также обратиться за помощью или советом, либо поделиться опытом самому. Ссылку оставлю в описании. Представим кусочек медного кабеля со свободными электронами. Мы увидим, что свободные электроны могут перемещаться от одного атома к другому. Но происходит это случайным образом и в любом направлении. Но стоит нам подключить кусочек проволоки к источнику питания, в нем появляется электрическое поле. Благодаря чему электроны начнут двигаться в одном направлении. На самом деле, мы не можем полагать, что конкретно взятый электрон сейчас движется в определенной точке. Вместо этого, есть такое понятие, как дрейфовая скорость, которая определяет среднюю скорость движения частиц. Представим, что в этом проводнике она составляет около 4 см в час. Погодите-ка. Если электроны движутся со скоростью 4 см в час, почему же тогда фонарик включается мгновенно? Все дело в электрическом поле, которое передается со скоростью света. Рассмотрим на примере с фонариком. Перемещение заряда от аккумулятора до лампочки может занять около часа. Но как только мы нажимаем переключатель, электрическое поле батареи распространяется по цепи со скоростью света и начинает перемещать заряд по всей цепи. Так или иначе, заряд движется по проводу намного медленнее воды, которая течет по трубам. Но это не означает ничего плохого. Электрический ток это не скорость. Это количество заряда во времени. По-другому, это поток электронов, проходящий через площадь поперечного сечения проводника в одну секунду. Но вот движется ли заряд по всей цепи? На самом деле, да. По крайней мере, когда он постоянный. Есть два вида тока. Это постоянный и переменный. Постоянным током является поток электронов в одном направлении, тогда как переменный ток движется в обе стороны. Но в аналогии с водопроводной трубой, внутренняя часть трубы удерживает воду, в связи с чем вода группируется ближе к центру. Но с электрическим током все работает наоборот. Поведение атома в центре проводника ограничивает количество электронов, способных протекать по проводнику. Поэтому они фактически более свободно перемещаются ближе к краю. Несмотря на это, при постоянном токе электроны проходят через всю площадь поперечного сечения. А при переменном токе ограничиваются лишь внешними краями. Такое явление называется скин-эффектом. Согласно которому, плотность тока в однородном проводнике не одинаковая. Она наибольшая у поверхности и уменьшается с глубиной. Током мы разобрались, теперь посмотрим его работу. Благодаря замкнутому контуру, электроны могут передвигаться от положительного контакта к отрицательному. Установив на пути их следования лампу, мы получим свет. Но что же их передвигает? Тут мы приблизились к такому понятию, как напряжение, которое является толкающей силой электронов внутри цепи, подобно водяному давлению. Когда цепь замкнута, то благодаря напряжению в ней образуется ток. Кроме этого, существует еще сопротивление. Оно ограничивает поток электронов. Так, к примеру, чем длиннее провод, тем больше сопротивление. Но в то же время, чем толще провод, тем меньше будет его сопротивление. У каждого материала оно разное и может меняться в зависимости от температуры. В электрических цепях используют резисторы для преднамеренного ограничения потока электронов. В таких схемах, где большая сила тока может вывести из строя электронный компонент. А еще, высокое сопротивление можно использовать для выделения тепла и света. Это широко используется в лампах накаливания и электроплитах. Сопротивление возникает, когда электроны сталкиваются с атомами, и количество столкновений у каждого материала отличается. Медь имеет очень низкую частоту столкновений, но железо в этой же ситуации будет иметь гораздо большее количество столкновений. На этом все. Если остались какие-либо вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok